В эфире канал Россия итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Коротко о главном. Уровень заболеваемости коронавирусом в Карачаево-Черкесии снижается, и республика перешла ко второму этапу снятия ограничений, что уже открыто. Члены рабочей группы оперативного штаба обсудили эффективность по профилактике и лечению COVID-19 и подвели промежуточные итоги взаимодействия с общественными организациями. Новый детский сад для самых маленьких. Поселки Марая Гыкарачаевского городского округа. А завершающий этап высшей работы по возведению нового здания детского сада Г. Ясен. Чем богато дно большого пруда? В республике стартовала акция «Чистый берег». Как очищают водоемы, что находят, смотрите в репортажности. Карачаево-Черкесия на этой неделе перешла ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. Уровень заболеваемости коронавирусом в Карачаево-Черкесии планово снижается, и уже вторую неделю мы наблюдаем уменьшение числа новых выявленных больных, отметил глава республики. На сегодняшний день регион достиг трех показателей, которые позволили Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовать нам переход на второй этап снятия ограничений. Рашид Темрезов обратил внимание на то, что никакие действующие ограничительные меры для граждан не снимаются. По-прежнему запрещены все массовые культурные и спортивные мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старших, сказал глава. Второй этап преимущественно касается экономики республики. Со вчерашнего дня разрешена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров и уличной торговли. Эти объекты могут открыться при строгом соблюдении правил санитарно-эпидемиологического режима. Также обязательное условие ношения масок в общественных местах и в транспорте, заявил Рашид Темрезов. В парламенте Карачао-Черкесии прошла очередная восьмая сессия. В этом месте законодатели под председателем спикера Александра Иванова рассмотрели 27 вопросов. Разработка и принятие ряда законопроектов было обусловлено изменениями федеральных законов, внесение которых связано с ситуацией пандемии и принимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. А именно изменения в республиканский бюджет. Дополнительные средства пойдут на выплаты медикам, соцработникам, также на пособия по безработице, детские выплаты, поддержку малого и среднего предпринимательства. Глава республики Рашид Темрезов назначил нового министра труда и социального развития Карачао-Черкесии Руслана Шакова, который до этого назначения работал главой администрации Хабетского района. В ходе двухсторонней встречи глава региона отметил, что новое социальное направление, за которое теперь ответственен Руслан Айсович, крайне серьезная позиция и один из основных государственных приоритетов. Реализация приоритетных нацпроектов, социальная поддержка различных категорий граждан, в том числе семей с детьми, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, неполный перечень задач, которые новому министру необходимо решать во взаимодействии с федеральными органами власти, муниципалитетами и, конечно, с коллективом министерства. В общественной палате Карачаева-Черкесии подвели промежуточные итоги взаимодействия с общественными организациями Республики по борьбе с коронавирусной инфекцией. Члены рабочей группы Оперативного штаба и представители различных министерств и ведомств обсудили предпринятые меры и их эффективность по профилактике и лечению COVID-19. С подробностями Мурат Джанкёзов. В состав рабочей группы Оперативного штаба Республики по борьбе с коронавирусной инфекцией, который возглавляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, вошли руководители органов исполнительной власти, бизнесмены, общественные организации и просто неравнодушные жители. Основными направлениями ее деятельности стали укрепление лечебно-материальной базы медучреждений, гуманитарная помощь нуждающимся, информационное освещение и контроль. Рабочая группа, как мы его хотели, наверное, на 100% не получила, совершенствования нет предела, но что-то хорошее получилось, правильно? Вот поручение главы Республики было, когда это началось, вы все дружите, кто маленький позитив несет в штаб, со всеми дружите, общайтесь и так далее. Вот такая установка была главы Республики и вся администрация, правительство придерживались к этому мнению. Ну, не все, конечно, получалось, но, я думаю, общими усилиями практически вот-вот уже, эта самая беда уже буквально на днях, я думаю, уйдет в небытие. На средства спонсоров из числа рабочей группы переданы нуждающимся более 3700 продуктовых наборов и около 500 лекарственных комплектов для амбулаторного лечения COVID-19. Контактным центром при рабочей группе Оперштаба обработаны запросы 2635 жителей Республики с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые оказались в сложном финансовом положении. Им оказана не только благотворительная, но и психологическая помощь. Не было счастья, да несчастье помогло. То есть в таких условиях наши народы показали свою мудрость и кровую, что в условиях трудности мы можем объединиться в обрага нашей республики, оставив свои амбиции, свои политические взгляды. Это дорогого стоит. И аппаратами жизнеобеспечения все выявленные недостатки проработаны совместно с Минздравом Республики. Эти механизмы, которые были выработаны, сохранились и завтра, для того, чтобы мы могли открыто за круглым столом разговаривать и взаимодействовать с представителями органов власти. Вот это на сегодняшний день, на будущее, наверное, такой задел, который мы должны сохранить у нас в республике. И это будет примером, как мы поняли, для многих и многих наших коллег и в других субъектах Российской Федерации. Помимо подведения итогов, на заседании обсудили актуальные проблемы и направления дальнейшего взаимодействия органов власти и общественных организаций для координации работы по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. В Черкесске ремонтируют дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день работы идут на улицах Кирова и Балахонова. О благоустройстве дорог в республиканской столице расскажет Алихан Лепшоков. «Теперь будет возможность проехаться по улицам комфортно и удобно. Сейчас по улице Кирова ведется благоустройство дороги. Будет проводиться укладка нового дорожного покрытия, а после чего фрезирование верхнего слоя асфальта. В завершении всех работ будет нанесена новая разметка и установлены знаки. Представитель управления ЖКХ Черкеска отмечает, что строительство ведется быстрыми темпами и уже в скором времени дорога будет полностью открыта для жителей и гостей города». «По улице Кирова планируется отремонтировать дорожное полотно, заменить бордюр, нанести, соответственно, свежую разметку. Также по улице Кавказск уже выполнены работы по ремонту дорожного полотна, замену бордюров. По Балахоново тоже уже работы начаты. В принципе, темпы работ достаточно высокие. То есть до осени где-то примерно мы закончим работу». Также по улицам Балахоново и Подгорной ведется ремонт дорог. По улице Подгорная уложен нижний слой асфальта, установлены бордюры и обустроены съезды. В рамках нацпроекта сейчас также ремонтируется улица Харуна-Богатырева. «Именно благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Карачаева-Черкесии стало возможным приведение в нормативное состояние ключевых улиц республиканской столицы», отметил исполняющий обязанности начальник управления ЖКХ Черкеска Сергей Елисеев. «Уже работы завершаются на улицах Крупская, улица Зелёная, участок улицы Хруслова. Ну, соответственно, в центре у нас это Первомайская уже закончена. Уже ведутся работы на участке улицы Средняя, Харуна-Богатырева, Подгорная. То есть уже практически все, на всех участках работы начаты, частично уже завершены». Важно отметить, что уже завершены ремонтные работы по улицам Первомайской и Кавказской. Здесь уже нанесена дорожная разметка и ведётся установка бордюров. Помимо этого, в скором времени начнётся ремонт дорог по улице Усмана-Касаева и участок по улице Некрасова. В текущем году, по словам руководства управления ЖКХ Черкеска, по программе запланировано ремонт 17 участков автомобильных дорог общей протяжённостью более 10 километров. Алина Халимшоков, Расул Бердеев, Вести, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. В посёлке Мара-Аяга Карачаевского городского округа на завершающий этап вышли работы по возведению нового здания детского сада для ясельных групп. Об острой необходимости ещё одного дошкольного учреждения в населённом пункте главе республики Рашиду Тимрезову во время выездного приёма граждан в 2019 году рассказали жители населённого пункта. Жители говорили о нехватке мест именно в ясельных группах. Ахмад Халкечев продолжит тему. Ещё прошлой осенью здесь был пустырь, и первая строительная техника появилась лишь в ноябре. Ну а на данный момент полностью завершены строительные и кровельные работы. В активной фазе косметическая отделка. В новом учреждении откроются четыре ясельные группы, и в них свои первые шаги в увлекательный мир знаний сделают 80 дошколят. Отделочная работа на первом этаже завершены полностью. Остался у нас второй этаж и благоустройство территории в основном. Сейчас работаем над теплотрассой, наружные сети, канализация, теплотрасса и электростабжение садика. В здании помимо самих четырёх ясельных групп предусмотрены медицинский и пищеблок, просторные спортивные и музыкальные залы, а также собственная пресечная. При непосредственном содействии главы Карачаева-Черкесии и Рашида Тимризова строительство нового водоушкольного учреждения было начато в рамках федеральной программы «Демография». Сходя из потребностей населённого пункта и исходя из наполняемости воспитанниками детского сада, будет рассматриваться вопрос, будут другие группы или нет. Финансирование идёт с федерального бюджета плюс региональный бюджет, то есть бюджет Карачаево-Черкесской республики. Финансирование Карачаевского городского округа не предусмотрено соглашением. Сдача объекта по проекту планировалась к концу текущего года, но благодаря тому, что работы шли с серьёзным опережением графика, представители подрядной организации и руководства городского округа рассчитывают, что уже к началу нового учебного года учреждение дошкольного образования распахнёт свои двери для своих первых воспитанников. В Ногайском районе продолжаются раскопки древнего кургана, который соединил в себя несколько исторических эпох. Курганокомплекс, который археологи назвали «Адилхалк-2», был обнаружен в прошлом году при проектировании реконструкции дороги, связывающей Карачаево-Черкесию со Ставропольским краем в районе станции «Ураковская». Археологам уже удалось сделать несколько интересных находок. Мадина Каракетова подробнее. Это необычный курган. Он собрал в себе захоронения различных эпох и культур, начиная с эпохи ранней бронзы, так называемой ямной культуры, до средневековых кочевников. Как рассказывает археолог Шамиль Джукиев, особенностью кургана является то, что сохранения расположены хаотично, то есть во все стороны света, в зависимости от культуры и обрядов. Изначально курган был построен для конкретно одного человека, а потом уже в дальнейшее время, когда проходили всякие кочевнические какие-то народы, чтобы не делать заново большие курганы, они просто впускали свои могилы уже в существующий курган, и тем самым потихоньку-потихоньку этот курган увеличивался. Руководитель экспедиции Вера Меньшикова рассказывает, что основные захоронения относятся к эпохе бронзы, северокавказская культура, второе тысячелетие до нашей эры. Как раз здесь сейчас происходит рабочий процесс скрытия этих захоронений, это большие прямоугольные ямы с заплечиками, на перекрытии ям устанавливались деревянные плашки или бревна, перекрывалась могильная яма, и по углам или на перекрытии укладывались жертвенные животные, части туш. Это головы, лошади, крупный рогатый скот, овцы. Ну, в основном, конечно, мелкий рогатый скот чаще встречается, но сегодня у нас повезло, у нас были головы, лошадей даже. Находки небогатые рассказывают археологи. Это обычное рядовое население, скотоводы-кочевники. В захоронениях бронзовые украшения, которыми расшивалась одежда, костяные бусинки. Ноги погребенных посыпались охрой от стопта колен. Наиболее интересные для нас были захоронения с армадского времени, это третье первого века до нашей эры. Захоронены были в узких ямах, прямоугольные формы, головы ориентированные на запад ногами на восток. Из сопровождающего инвентаря были курильницы, которые устанавливались в ногах. Курильницы оставились для того, чтобы очистить могилу, как бы воскуривались какие-то благовония, от которых остались хорошие следы, четкие следы налета на стенках сосудов. Затем в голове погребенного в одном случае была положена кружечка, разбитая в древности, и часть туши овцы с ножом. То есть это напутственная пища, чтобы на том свете человек, проснувшись, смог покушать и выпить воды. Встречаются и любопытные захоронения. В одном из них останки совсем молодых людей, девушки и мужчины. Они держатся за руки. Археологи предполагают, что, возможно, это был воин убитый в битве, а девушка и его невеста, которую положили в могилу вместе с ним. В одном из погребений нашли настоящий кусочек ткани. По словам Веры Александровны, это явление очень редкое, потому что время уничтожает практически все, иногда даже кости. Скорее всего, по словам археологов, это может быть мешочек, и в нем хранится что-то, хранилось что-то бронзовое, но что, пока неизвестно. Очень шикарно ткань сохранилась, просто невероятно что-то, да. В принципе, это уникальный, можно сказать, случай. Учитывая то, что почвы на этом кургане достаточно агрессивные, и человеческие кости сохраняются очень плохо, за счет, наверное, щелочного состава. Кости просто разъедает, и они разрушаются. Стоит даже дотронуться кисточкой, в принципе, они начинают разрушаться. А здесь сохранилась ткань. Время не пощадило кости, но сохранило фрагменты ткани. Был помещен какой-то металлический предмет, который окислился, и не позволил ткани разрушиться. Если посмотреть, то да, здесь видно, что окислы зеленые есть. То есть здесь какой-то бронзовый предмет будет. Возможно, это футляр или что-то. Ну, сейчас откроют, посмотрим. Оказалось, это зеркальце 11-12 века, так называемого домонгольского периода. Правда, это все еще будет изучаться для точности. Курган посыпали дважды, рассказывая Двера Минчикова. К этому выводу археологи пришли, изучив стратеграфию объекта. И первый верхний слой сформировался в эпоху средней бронзы. Это как раз те, которые я рассказала, северо-кавказская культура. После совершения всех захоронений, и когда орда это откачевывала, они насыпали насыпь, которая завершила весь облик, сформировала окончательный облик этого кургана. А первоначальная насыпь, хозяина которого мы еще пока не обнаружили, он еще находится под землей, у него насыпь другого цвета. Она более ярко-желтая и насыпана из материкового суглинга. Это говорит о том, что большинство захоронений сконцентрировано в западной части, а курган в древности имел совершенно другую форму, чем сейчас. Почему именно стратеграфия важна? Как раз таки она отвечает на эти вопросы. Когда совершались захоронения, каким образом, кто является выпускной, кто основным. Ну, ожидаем, что основное захоронение у нас будет все-таки с западной стороны, где-то вот в районе, где сейчас ребята, основная масса работает. Но это вопрос времени, и я думаю, через неделю-две, возможно, мы найдем хозяина этого кургана, то есть того человека, для кого возвели эту насыпь. Эта курганная группа под названием «Адиль Хаук-2», которая включает в себя три кургана, была обнаружена в 2019 году при проектировании реконструкции автотрассы. Один из курганов, который сейчас и раскапывают археологи, попал в зону строительства. Поэтому к данному объекту по проектной документации в разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия предписаны охранно-раскопки, охрано-спасательные раскопки. Чем они отличаются от научных раскопок? Тем, что в данном случае целью археологов является сохранение объекта. То есть сохранение имеется в виду, что из-за расширения полотна автодороги физическое сохранение невозможно. И поэтому они путем археологическими методами сохранения объекта раскапывают. Все данные будут занесены в научный отчет Института археологии. Историческая ценность данного объекта имеет большое значение и для истории Карачаева-Черкесии, и для истории страны в целом, говорят археологи. Изучение этого памятника даст дополнительные сведения о ямной культуре и истории кочевых народов. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Инна Мостовая, Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район. Свет знаний в конце тоннеля Карачаева-Черкесского госуниверситета в старейшем ВУЗе республики установлены первые в нашем регионе дезинфицирующие кабины. С подробностями Ахмат Халкечев. Карачаево-Черкесский государственный университет в период пандемии ни на один день не прерывал свою работу. Хоть и большая часть сотрудников выполняла свои обязанности в удаленном режиме, но значительная часть коллектива ВУЗа все же находилась на рабочем месте. А еще с введением ограничительных мер более полутора тысяч иногородних и иностранных студентов КЧГУ осталось в Карачаевске. Исходя из сложившейся непростой ситуации, руководство ВУЗа приняло комплекс мер по обеспечению безопасности сотрудников и студентов в разгар коронавирусной инфекции. В период особого режима многие соблюдали режим самоизоляции и их обеспечивали продуктами и средствами индивидуальной защиты. Продуктовой помощи была роздана почти на 60 тонн продуктовой помощи. Масок от них, в том числе и нашим сотрудникам, и нашим горожанам, было роздано бесплатно более 60 тысяч масок. Очень много дезинфицирующих средств, которые изготавливали здесь сами, в нашем ситуационном центре создавали здесь, формировали фонд, специальный фонд поддержки студентов и обучающихся нашего университета. То есть не только сугубо университетские деньги, но и добровольные такие пожертвования отдельных людей. Еще, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавирусной инфекции, с ситуационным центром университета были сформированы волонтерские отряды, в работы которых активно влились и иностранные студенты. Добровольцы раздавали маски, организовали дезинфекционные посты возле социально значимых объектов, которые не приостанавливали свою деятельность в период особого режима. Наша первая задача была в том, чтобы наши студенты, наши сотрудники соблюдали режим самоизоляции. И можно сказать, что те меры, которые были предприняты, позволили им соблюдать режим самоизоляции в полной мере. Ну а с переходом Карачаевой-Черкесии ко второму этапу снятия ограничений, сотрудники и студенты все чаще стали посещать университет. И руководство вуза приняло решение перейти к более масштабным мерам профилактики. Приобрели три дезинфицирующих тоннеля. Внутри установлена система распыления, которая позволит еще тщательнее производить обработку. Тоннели есть в главном корпусе университета и на входах в общежитие. Конечно же, мы руководствовались высокими целями. Безопасность для нас важна, но не без холодного расчета. Наши специалисты посчитали, используя методы математического моделирования, один вложенный в здоровье и безопасность наших сотрудников рубль поможет в среднесрочной перспективе сэкономить 2,3 рубля. И мы здесь, есть не только вот такой позыв души, но еще и холодные достаточно расчеты. Помимо дезинфицирующих тоннелей, всем производят термометрию и обязательно обрабатывают руки специальным раствором. Еще когда мы заходим оттуда, и еще нам измеряют температуру, как бы, если температура нормы пускать, если уже не в норме, уже вызывают скорую помощь, как бы, и отправлять на лечение. В свое время на принятые меры позволили не заразиться коронавирусной инфекцией ни одному из полутора тысяч иногородних и иностранных студентов, а также сотрудников, обеспечивавших беспрерывную работу госуниверситета. Химия в помощь в республиканской столице и на ее окраинах началась обработка очагов карантинной растительности, амброзии и конопли, специальными препаратами. Химикаты полностью безопасны для людей и смертельны для нежелательных растений. Вместе со специалистами на борьбу с ними отправилась и Фатима Даурова. Коварного врага с божественным названием можно встретить на приусадебных участках вдоль дорог, а у нас на юге России, к сожалению, на каждом пустыре. Трава внесена в список карантинных растений. Считается одним из самых сильнейших аллергенов и вдобавок к тому, что самый распространенный сорняк на юге. Гербицидная обработка растения, которая выжигает его полностью, одно из самых эффективных средств в борьбе с амброзией. Сотрудники Росельхозцентра вместе с представителями городского муниципалитета планируют за две недели обработать выявленные очаги произрастания вредоносной растительности площадью 100 гектаров. Когда она еще небольшая, невысокая, как сейчас, на начало июля, она действенная, эта обработка. А какое время вы подбираете для обработки? Нужно специальное время? Что касаемо амброзии, то до периода цветения. Это до 20-25 чисел июля. Не позднее, потому как после того, как она начинает свистеть, мы прекращаем все работы. Специальная обработка амброзии в городе ведется с 2015 года. Первые три года обрабатывалось 200 гектаров. На сегодняшний день площадь воздействия сократилась вдвое, что говорит об эффективности химической обработки. Но, тем не менее, особенность амброзии не позволяет расслабиться. Помним о том, что амброзия схожа с семян, сохраняет до 40 лет. Поэтому снижать темпы ни в коем случае нельзя. Это такой карантинный сорняк, который даже незрелые семена, они сохраняют свою схожесть до 14 лет. Они входят в диапаузу, в состояние покоя, и даже вторичный покой у них есть. Поэтому надеяться на то, что незрелое семя упало и не даст росток, на это нельзя. Поднимилась борцов с карантинными растениями попала и другая трава. И по вполне понятным причинам. Бороться с коноплей при помощи гербицидов наравне с амброзией начали в 2019 году. Совместная работа муниципалитета, правоохранительных органов и ростельхозцентра дает свои результаты. По сравнению с прошлым годом, площадь сократилась. Мы в прошлом году, которые точки опрыскали, в этом году ездили, смотрели. Из всех точек только на одной точке осталось конопляно. Хоть и любили древние греки амброзию и считали ее не иначе, как пищей вагов, в современных реалиях предпочтения эллинов неактуальны. К сожалению, в пору цветения от ее пыльцы страдают тысячи людей. И своевременная обработка молодых ростков сейчас в разы сокращает возможное негативное воздействие амброзии на аллергиков в будущем. Хатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Очистить береговые линии водоемов, чтобы достойно встретить купальный сезон. В республике стартовала акция «Чистый берег». В Черкесске первым объектом санитарного улучшения стал Большой пруд парка культуры и отдыха Зеленого острова. С подробностями Али Баташев. Несконтаемо, причем, видите, вот это взрослые так всех, а взрослых нет. Официально купальный сезон пока не открыт из-за пандемии, но некоторых отдыхающих это совсем не останавливает. В рамках акции «Чистый берег» водолазы обследуют дно, а сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи магнита вытаскивают на берег детского пляжа посторонние предметы, чтобы купание было безопасным. Очистить береговую линию от мусора и подготовить инфраструктуру пляжа к купальному сезону – главная цель акции. Обычно мы эту акцию проводим в апреле-начале мая, а вот сейчас, значит, в связи с коронавирусной инфекцией, значит, были ограничительные мероприятия. Ну и вот в ходе ослабления этих мероприятий принято решение, МЧС России издал соответствующие документы о проведении этой акции. Она, я подчеркиваю, сейчас ежегодная у нас, значит, с целью подготовки вот всей инфраструктуры, чтобы граждане, когда пришли на берег водоема, он был чист, подготовлен и безопасен с технической точки зрения. Спасатели укрепляют разделительную линию детского пляжа и устанавливают ограничительные бои. А огнеборцы пожарно-спасательной части Черкеска разравнивают песок, доставленный мэрией республиканской столицы, на одно из самых популярных мест отдыха к гаражам. Завезли песок, который необходим для всех отдыхающих. Это детский пляж, взрослый пляж. Произнят также обработка от клещей, это вот буквально понеделье. Также сделана обрезка всех деревьев, за что? За которые народ сильно переживает, много пишет, много говорят после этого случая. На сегодняшний день мы готовы почти уже, значит, принять отдыхающих и жителей, гостей нашей республики. Купаться пока нельзя, а вот участвовать в акции «Чистый берег» можно. Она продлится до 29 июля, говорят сотрудники МЧС. Это поможет навести порядок на прибрежных территориях и улучшить санитарное состояние водоемов республики. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин